Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы пишите, мне 31 год, и с каждым годом я чувствую, что наша система госустройства напоминает рабство. Здесь вы занимаете профессию жертвы. То есть, если школа нужна для того, чтобы ребенок получил необходимые знания для того, чтобы мог выбрать свою профессию в будущем, то ВУЗ уже выбирается ребенком самостоятельным. Если вы, допустим, не смогли выбрать ВУЗ по причине того, что, допустим, ваши родители этого не позволили, то это ответственность родителей. Ни в коем случае не государства. Вот. Далее. Где надо кому-то подчиняться и постоянные требования? Уважаемая Лина, подчинение – это иерархия, порядок. Требования – это определенный знак качества. Но важно, чтобы и подчинение, и требования, во-первых, совпадали с тем, что вы делаете, совпадали с тем, что вам нравится делать. И, во-вторых, чтобы эти требования были направлены именно на работу, на выполнение работы, на выполнение какой-то деятельности и так далее. А не на какие-то требования, которые вообще к вам отношения, например, не имеют. То есть требования в работе, требования в профессиональной сфере – это объективные требования, которые вам самой будет хотеться выполнить для того, чтобы успешно заниматься тем видом деятельности, которым вы занимаетесь. Это объективно так. И в этой ситуации не очень понятно, почему вам эти требования не нравятся, почему они вас не устраивают. То есть объективно говоря, если вам не нравится, что нужно кому-то подчиняться и сопоставить требования, то что получается? Что вы не удовлетворены? Вопрос заключается в том, с чем вы не удовлетворены? Работой, своей деятельностью, своей жизнью, своими успехами. Но это ваша ответственность. Это вы организовали свою деятельность так, что она привела к этому. То есть не нужно обвинять других людей, не нужно обвинять тех, кому вы подчиняетесь и тех, кому вы обязаны выполнять требования и так далее. Возьмите на себя ответственность за то, что происходит с вам, в первую очередь с вами. И поймите, что вы хозяин своей жизни, вы управляете своей жизнью и вы делаете так, чтобы ваша жизнь складывалась так, как хочется вам, а не так, как хотят другие люди. На работе, получается, с девяти до шести отдаешь свои силы, энергию и здоровье на благо чужих людей, чтобы их бизнес просветал. А работа вы как выбирали? Зачем вы изначально пошли на эту работу, если она вас, например, не устраивала? Тогда, если вам не нравится отдавать свои силы, энергию и здоровье на благо чужих людей, чтобы их бизнес просветал, кроме того, вы получаете за это заработную плату. И если она вас не устраивает, то, опять же, непонятно, почему вы считаете, что с этим можно мириться. Но старайтесь развиваться, старайтесь расти карьерное, чтобы уже не вы на кого-то работали, а на вас работали. Далее, чтобы создать свой бизнес, у меня нет устойчивости и характера, нет в предпринимательстве жилки. Но, опять же, устойчивость можно воспитать, характер можно тоже подкорректировать, если есть желание. По поводу бизнеса можно пройти тренинг, и вот вам, пожалуйста, маленький бизнес уже есть. Понимаете, вы сами отвергаете возможность что-то сделать, но при этом недовольны тем, что вы находитесь на работе у кого-то. Вам нужно определиться, либо вы занимаете позицию работающего на кого-то и миритесь с этим и стараетесь в этом достичь результатов. А то получается, что вы не туда и не сюда. Как-то вот это не есть правиль, на самом деле. Далее. Значит, следующее. Так. Коллектив на работе, как правило, склочный. Все недовольные работают только из-за денег. Это вы говорите про людей, которые не любят свою работу? Почему вы думаете, что все люди не любят свою работу? Почему вы думаете, что нет таких коллективов, где люди любят свою работу и работают не только из-за денег? Если вам такие коллективы не попадались, это не значит, что их нет. И потом, если коллектив склочный, какая разница? Вы пришли работать, а не с коллективом общаться. Для общения это есть друзья, есть хобби, есть увлечение и так далее. Работа воспринимается как тюрьма, но потому что она не любима и вам не нравится. Весь день на работе приходить домой и в свое время не хватает только на то, чтобы поесть и поспать, а утром снова на работу. День сурка. Ну, вообще-то с девяти до шести это не так. На самом деле, поздно. Некоторые люди работают с девяти до девяти, с девяти до десяти и так далее. А у вас, в принципе, ну, у вас девятичасовой рабочий день, как я понял. Девятичасовой рабочий день, в принципе, в пределах нормы. До сничасовой рабочий день это оптимальный вариант. Ну, девятичасовой рабочий день тоже нормальный. Тот работает с восьми. До восьми, например. Кто же знает или куда ходит. Коллектив на работе и отношение в нем зависит от вас, опять же. То есть это не ответственность кого-то, это ваша ответственность. И как избавиться от ощущения, что день проходит мимо? Я вам отвечу на этот вопрос так. Чтобы избавиться от этого ощущения, нужно делать то, что вам нравится. Нужно освободиться от тех зажимов, от социальных ограничений и блоков, которые у вас есть. Социальные ограничения и блоки, они формировались у вас, скорее всего, из детства. Именно родители привили вам определенные ценности и определенные алгоритмы поведения, которые руководили вами при выборе своей деятельности. И при организации своей деятельности. Но я полагаю, что эти алгоритмы, они не были простравлены. Их нужно пересмотреть. И более ответственно, более личностно относиться к ним и к себе, и к тому, что вы делаете. И не прикладывать ответственность на других, а обратно себя ответственно за то, что вы получаете. И сначала нужно исходить, что вам нравится, какие у вас, собственно, у вас ценности. Просто ценности общие. Любовь, семья, гуманизм и так далее. Исходя из этого, уже будете думать, чем вам нужно заниматься. И далее будете думать, как это интегрировать в своё жизнь. Далее необходимо организовывать досуг, чтобы вы отдыхали. В-третьих, ну, опять же, вы не написали здесь, если у вас семья, ребёнок. Но я полагаю, что этот тоже нужно проанализировать. Поскольку у вас там всё устроено и всё хорошо. Ну и ещё раз повторю, чем вы руководствовались при выборе работы и вуза, что вы относитесь к своей работе вот так. И социальная активность, коммуникация, налаживание отношений с людьми, это тоже, мне кажется, то, о чем с вами нужно работать, там, когда человек говорит, что коллектив склончатый и все недовольные работают только из-за денег, ну, это очень напоминает отзеркаливание. То есть вы отзеркаливаете на других то, что вы сами чувствуете по отношению к работе. Я думаю, что вам необходима возрастная регрессия для того, чтобы, а может быть, даже психоанализ для того, чтобы найти то, что вы вытеснили, и позволять себе делать то, что хочется вам, и с одной стороны, а с другой стороны брать ответственность на себя за то, что как вы живёте. Не на других перекладывать, а именно брать ответственность на себя. Ну и отношения выработать более адекватные к тому, что вы говорите, что везде надо кому-то подчиняться и постоянные требования. Понимаете ли вы, для чего эти требования? Понимаете ли вы, для чего подчинение? Почему оно, подчинение, и они, требования вас так задевают? Возможно, потому что вы, не там, не до конца уверены в себе, или, возможно, потому что и требования, и факт подчинения бьёт по вашей самооценке, вы чувствуете себя ещё более ненужнее и так далее. Почему? Потому что вы сами для себя незнажимы, потому что вы сами себя не любите, потому что вы сами себя не цените. А это, это только из детства пришло. И, соответственно, отношения с родителями нужно прорабатывать в первую очередь. И далее уже искать вместе с вами то, что вам нравится и заниматься именно этим. И думать, какие блоки у вас стоят на пути к этому. Ну и в целом ваше отношение к жизни, в целом ваше отношение к иерархии, оно не совсем верное, оно деструктивное, оно угнетающее для вас. И если вы хотите получать удовольствие от жизни, то то, что происходит, нужно у вас понимать, как объективную реальность и находить плюсы везде. Но для этого нужно определиться, чего хотите именно вы, что вам вообще нужно. И проанализировать все ваши сферы жизни. Как вы отдыхаете, какие у вас отношения с друзьями, в семье и так далее, и так далее, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Желаю вам всегоindre время. Субтитры составил DimaTorzok